23 июня в зале администрации района в режиме видеоконференции состоялась очередная сессия Совета народных депутатов. В работе сессии принял участие глава района Заур Хамирзов. Всего депутатами в этот день было рассмотрено три вопроса. По первому вопросу повестки дня об исполнении бюджета района за первый квартал 2020 года выступил начальник управления финансов Аслан Дагужиев. Средства резервного фонда в первом квартале текущего года не расходовались. Что касается собственного исполнения бюджета, основные показатели следующие. При годовом плане по налоговым и неналоговым доходам равным 166,245,9 тысяч рублей. Исполнение составило 29,035,1 тысяч рублей, это 17,5% к годовым показателям. В том числе районный уровень бюджета 17,7,1 тысяч рублей, 15,7% к годовому плану в процентах. И бюджеты поселения 12,028,020,9% к годовому плану. Но надо отметить, что в текущем году в силу ряда причин идет отклонение в меньшую сторону по налоговым и неналоговым доходам. Так вот, за первый квартал прошлого года поступления составляли 30,366,6 тысяч рублей, в том числе район 19,738,3 и поселения 10,628,3 тысяч рублей. То есть по отношению к прошлому году поступления за первый квартал текущего года в консолидированный район бюджета составили 95,6%, это на 1,331,5 тысяч рублей меньше, чем в прошлом. По районному уровню бюджета 86,2% на 2,731,2 тысячи меньше. По бюджетам поселений наоборот наблюдается рост 113,2%, это 1,399,7 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. На сессии также были рассмотрены следующие вопросы о внесении изменений и дополнения в решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, о даче согласия на передачу объекта недвижимости в государственную собственность Республики Адыгея из муниципальной собственности района. По всем вопросам вынесены соответствующие решения.